Еще только-только похолодало, правда, могут быть уже небольшие ночные заморозки, уже появляются вопросы, а когда делать обрезку, когда делать предварительную обрезку. Вот сегодня мы с вами обсудим эти моменты, поговорим о сроках обрезки и поговорим, стоит ли спешить. Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию, с нами все это понятно и доступно. В таких случаях я всегда говорю, не мешай машине ездить. Смотрите, у нас еще вот зеленый лист по всему винограднику. Да, сегодня с утра был легкий морозец, ну, на почве и буквально вот в одном месте. Вот там чуть-чуть низинка, и вот там он был, а здесь уже чуть повыше, ничего не было. Так вот, не спешите и не мешайте машине ездить. Во-первых, у нас еще висит лист, да, сегодня у нас холодно, и он не работает, но дальше идет повышение температуры, и поэтому еще какие-то процессы будут идти. Это раз. Второе, смотрите, что происходит сейчас. Вот когда растение у нас активно росло, весна, лето, до середины лета, даже там еще и в августе, у нас движение веществ шло вот так. Так, теперь у нас все идет в корень, питательные вещества, они в корне запасаются. И вот вся эта предварительная обрезка, то есть вы взяли и обрезали, ну, молодцы, часть питания забрали. Вопрос, зачем, для чего это делать? Это делать абсолютно не нужно, повторяю, еще раз, не мешайте машине ездить. И смотрите, во-первых, лист висит, все хорошо, пусть висит. Второе, даже если, допустим, сейчас вот пройдет заморозок, у нас еще одна такая довольно холодная ночь предстоит, если заморозок пройдет и лист опадет, все равно не спешите сразу бежать и все обрезать. Потому что лист, он более чувствителен к морозам, лоза несколько меньше. Тем более лоза, да, там есть совсем зеленая травянистая, да, есть где уже процессы одревеснения начались, но еще не совсем завершились. И она не будет так повреждаться вот этим легким морозом. И у нас идет, повторю еще раз, отток питательных веществ, даже если лист упал. И не надо это обрезать. После вот таких вот морозов, когда у нас лист осыпался, недели две хотя бы подождите, а можно и три. Во-первых, тогда по лозе станет понятно, где она четко подмерзла, где она четко не вызрела, и будет легко это все убрать и идентифицировать раз. Во-вторых, повторяю, да, идет отток питательных веществ. Даже черенки бывают, когда нарезаешь, и потом на нижней части такие, как сопельки появляются. Вот, это говорит о том, что оно еще не ушло. Мы слишком поторопились. Обрезку мы делаем, когда. Когда у нас опал лист, естественно, либо если он опал в результате морозов, да, ждем недельки, две, три, и тогда уже начинаем обрезать. Что касается предварительной обрезки, то я вообще не совсем понимаю, что это такое предварительная обрезка. Ну, если вот вам что-то хочется, вы еще думаете, да, как там чего сделать, что-то лишнее убрать. Опять же, после того, как растение переходит на покой. Сейчас оно еще более-менее растет, и не надо его трогать и лишнее беспокоить. Вообще, в некоторых регионах обрезку проводят ближе к весне. Проводят на 14 февраля, и этот день назывался, ну, и называется в некоторых странах, День виноградаря, День Трифона-Зарезана. Почему мы проводим обрезку осенью? Потому что мы укрываем наши лозы. И, ну, когда там, простите, 20-40 побегов, иногда спрашивают, так можно весной провести? Можно. Только как вы укроете из 40 побега на куст? Никак, да? Не, один укроете, а когда их 200? Да, никак. Поэтому мы проводим обрезку осенью. Ну, в общем-то, чем позже вы ее сделаете, тем для растения лучше. Спешить здесь абсолютно не имеет никакого смысла. В идеале вообще дождаться, чтобы растение само, естественно, ушло на покой. Ну, если заморозок, я сказала, что все равно подождите. Подождите несколько недель, и вам обрезать будет проще. Да, и растение сможет, ну, пусть не полностью, но частично завершить те процессы, которые ему нужно завершить. Конечно, еще сейчас у кого-то может возникнуть вопрос. Ну, еще ж лоза может быть где-то не совсем дозрела. Если мы вот частично обрежем, зачеканим, да, то лоза будет лучше вызревать. Наша практика показала, что, в общем-то, не сильно это влияет. Там очень много спорных моментов, поэтому делать это не имеет особого смысла. Ну, если вам кажется, что от этого что-то может лучше вызреть, пожалуйста, можете попробовать. Но, опять же, не надо убирать сильно, потому что вот сейчас идет вот туда отток. Не надо его перекрывать. И раз я уже затронула этот момент касательно вызревания, если лоза еще сейчас вот недозрела. Если мы проскочим морозы, у нас еще дальше вполне себе теплая погода, и лоза вполне себе может дозреть. Напоминаю, прошлый сезон, сентябрьский обзор урожаев. У нас лоза много где зеленая, и вопли. Ай-яй-яй, в сентябре уже лоза не вызреет. У вас лоза зеленая, и все у вас ерунда, чему вы людей учите. И напоминаю, прошлый сентябрь был очень дождливый и холодный. Тем не менее, лоза вызрела. Ну, конечно, не идеально, не на 100%. Но очень много где вызрело, и в этом году мы получили урожай. Если бы она не вызрела, то вот этой стенки и вот этого вот всего, и вот этого вот всего, там уже даже не особо видно, да? 10 рядов здесь, этого бы не было. И вот этого бы не было, и вот этого бы не было. Это вообще такой шикарнейший пример. Это у нас Альминский. И я все время забываю посмотреть, в какую дату у меня была сделана фотография, где у него была абсолютно зеленая лоза. Но это было примерно начало октября. Тем не менее, мы видим, что лоза у него в прошлом году назрела. И тут нагрузка была неплохая. Черенков нарезали и саженцы нарастили. Так что вот так. У всего еще есть вполне шансы дозреть, если мы... Так что у всего еще вполне есть шансы дозреть. Ну, там уже немножко отвлеклись, да? Это не тема нашего сегодняшнего ролика. Сегодня мы с вами говорили про сроки обрезки. Набираемся терпения. Пока ждем, отдыхаем, согреваем все в холодные дни и набираемся сил. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку «Еще» ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok